Hi, my name is Alex. Welcome to my channel ProEnglish. В этом видео я вам дам три совета, три рекомендации, которые помогут вам быстрее и лучше понять времена английского глагола. Итак, поехали. Первый совет, первая рекомендация. Найдите такую таблицу с двенадцатью временными формами английского глагола и всегда держите ее перед глазами. Зачем это делается? Чем чаще вы на нее смотрите, чем чаще вы ее внимательно изучаете, тем лучше вы понимаете всю систему и логику английских времен. А чем лучше вы понимаете систему, тем лучше вы понимаете отдельные ее компоненты. То есть вам будет легче понять и запомнить каждое время в отдельности. Если вы этого не сделаете, а будете изучать просто отдельно каждое время, у вас не будет структуры и не будет системного мышления. Вы не поймете, как же работают все времена английского глагола. Второй совет. Запомните логику и общие черты временных групп. Что это значит? Например, группа continuous – present, past or future. Везде есть нечто общее. Например, вспомогательный глагол be в нужной форме. Видите? И в present, и в past, и в future везде есть глагол be в нужной форме. И смысловой глагол с окончанием ing. Везде есть ing. Дальше, например, perfect. Группа perfect тоже имеет сходство. Везде есть глагол have вспомогательный в нужной форме. Видите? have has или had или have. И смысловой глагол у нас с окончанием ed, либо третья форма. То есть все времена группы perfect имеют схожую структуру. И, конечно же, perfect continuous. Тоже есть have в нужной форме. Есть been, он не меняется. Везде есть been. И окончание ing во всех временах у нас тоже есть. Это работает также по горизонтали. Present, past и future. Например, все времена группы future, вот они, имеют общую черту. Везде есть вспомогательный глагол will. И последний, третий совет. Как только вы начали изучать какое-либо новое время, у вас в учебнике есть образец, на основе этого образца сразу же придумайте свои личные примеры. То есть, если present simple вы изучаете, будет такой пример. Вася любит яблоки. Вы не знаете, кто такой Вася. И вы не любите яблоки. Это предложение для вас ничего не значит. Поэтому, скорее всего, вы это усвоите плохо. А если вы примените это знание на себе, вы скажете, я люблю манго. То есть, вы говорите про то, что вы реально любите. Вы подключаете свои эмоции, чувства, может быть, какие-то хобби, интересы, и пропускаете эти знания сквозь себя. Таким образом, вы это лучше усвоите, лучше прочувствуете. Старайтесь на каждое из этих времен времен придумывать по предложению или два, которые актуальны для вас. Таким образом, вы научитесь применять абстрактные знания к себе, к своей жизни. Только так вы сможете усвоить времена глагола. Итак, давайте подведем итог. Три совета. Первое. Найдите таблицу и все время в нее смотрите, изучайте эту систему. Второе. Запомните сходство временных групп. Continuous, perfect, perfect, continuous. Везде есть одинаковые компоненты. И последнее, третье. Придумывайте свои примеры, подключайте эмоции, чувства, хобби, интересы, что вам нравится, что вам не нравится. Только так вы сможете прочувствовать это знание и научиться им пользоваться. Кстати, простенькая табличка с этими временами есть в моей группе ВКонтакте. Внизу в описании к этому видео. На YouTube вы можете найти ссылку, где ее можно скачать. На этом пока все. Надеюсь, вы узнали много интересного. Это вам помогло в изучении времен английского глагола. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. See you guys. Bye-bye.